В Ак-Тубе продолжает действовать еженедельный локдаун. В выходные дни приостанавливается деятельность ряда объектов. Еще один Арбат. Новая пешеходная зона появилась на улице 101-й стрелковой бригады. Действуют ограничения для движения автотранспорта. Готовимся к отопительному сезону. Спасатели рассказали о подготовке домов в жилом секторе. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Согласно постановлению главного санитарного врача Нурсулу Беркинбаевой в Ак-Тубе продолжает действовать еженедельный локдаун. В выходные дни приостанавливается деятельность торговых домов, торгово-развлекательных центров, непродовольственных и продовольственных крытых рынков, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов, а также сауны, религиозных объектов и аттракционов на открытом воздухе. Напоминаем, что в эти дни общественный транспорт также будет функционировать по сокращенному графику. Синоптики рассказали о погоде в Казахстане с 12 по 14 сентября, передают Тенгри Ньюз Кизет со ссылкой на РГП Казгидромет. В предстоящие три дня после похолодания и дождей в Казахстан придет бабье лето. Все три дня большая часть территории Казахстана будет под влиянием передней части северо-западного циклона, которая несет повышение температуры воздуха. Однако местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на востоке страны погода без осадков, а в ночные и утренние чистые местами будут наблюдаться заморозки и туман, рассказали метеорологи. Аким Горда Асхат Шахаров накануне вечером проинспектировал новую пешеходную зону по улице 101-й стрелковой бригады. Теперь там действует ограничение движения автотранспорта с 8 вечера до 6 часов утра. Фонтан, беседка, новые фонари, скамейки, урны и светодиоидные гирлянды по всей территории. Аллея по улице 101-й стрелковой бригады полностью обновилась. Но самое, пожалуй, главное новшество – это так называемые «боварды» – автоматические выдвижные столбы, перекрывающие движения. Теперь по вечерам эта зона станет полностью пешеходной. Движение автотранспорта будет ограничено с 20.00 до 6 утра. Сегодня решением Ахима города и по согласованию с Дорожной полицией, с местной полицейской службой, мы ввели ограничение на 101-й стрелковой бригады. Здесь, получается, с 8 вечера до 6 утра будет ограничено движение для автотранспорта. Для чего мы это сделали? Мы создали новую зону пешеходную, то есть променад, где наши жители могут прогуляться. И для наших же жителей, которые находятся и живут здесь, в шаговой доступности создать условия. И условия, конечно, для развития малосреднего бизнеса, а также для маломобильных людей. Как отмечают чиновники, местный Арбат создавался в первую очередь для удобства пешеходов и людей с ограниченными возможностями. Тротуары были уложены по стандартам и нормам, учитывающие способности людей с тяжелыми недугами. Теперь у маломобильных граждан появилось еще одно место, где можно беспрепятственно передвигаться на инвалидные коляски. Насколько комфортна новая пешеходная зона, они убедились лично. Съезды, скаты, везде все удобно, передвигаться по этим улицам. Я говорю, вот сейчас мы как раз разговаривали о том, что, допустим, это шаг, допустим, со стороны руководства города, то, что вот этот Арбат для нас открылся. Теперь я говорю, если и бизнес тоже со своей стороны тоже подтянется, адаптировать свои входные группы, чтобы мы могли, допустим, воспользоваться, заходить, будет вообще замечательно. Конечно, немало вопросов в связи с изменениями передвижения возникло и у автолюбителей, особенно живущих в этом районе. Возможность в ночное время проехаться по данной улице будет только у экстренных служб, пожарной и скорая помощь. А вот для местных жителей обещают привести в порядок подъезды и все улицы, ведущие к их домам, с других сторон. Кристина Вейц, программа «Факт». Сегодня на площадке региональной службы коммуникации представитель департамента по чрезвычайным ситуациям отчитался о том, как проходит профилактика пожаров в области и о стадии подготовки домов жилого сектора к предстоящему отопительному сезону. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в населенных пунктах области, на сегодняшний день работают 322 добровольных противопожарных формирования с численностью сотрудников 2300 человек, сообщил заместитель начальника управления департамента чрезвычайных ситуаций Актюбинской области Кумар Турмагометов, на вооружении которых имеется 681 единица спецтехники, 1014 трансовых огнетушителей и 1225 единиц спецодежды. В текущем году на пожароопасный период было выделено 170 миллионов тенге из госбюджета, что в 2,5 раза превышает финансирование предыдущих лет. И на эти средства реализуется целый план мероприятий по профилактике лесных и степных пожаров. Также проводится тщательная проверка отопительной системы домов перед холодным периодом. Кроме того, в целях оснащения пожарных постов транспортом с департамента ПЧС на баланс районных Акиматов выделено 4 единицы техники. В текущем году сумма нанесенного материального ущерба от возгораний составила 781 600 тенге. Могу сказать, что работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле департамента. К примеру, степные пожары в середине июля, произошедшие в Хабдинском и Хромтауском районах, были вовремя ликвидированы. В том же месяце загорание сухостоя произошло в Уилском районе, где также противопожарные службы распространения огня было вовремя приостановлено. На сегодняшний день по области профилактической работы и проверкой газовой отопительной системы охвачено более 7 тысяч жилых домов, где проживают около 19 тысяч граждан. В департаменте также напомнили населению заблаговременно подготовить печи и дымоходы и проверить исправность газовых труб к наступлению отопительного сезона. Тамири Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Норму о досрочном снятии пенсионных накоплений на некоторые нужды планируют ввести уже с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Яралыя Тукжанов, передает Тенгреневский ЗЭД. У граждан эта новость вызвала положительные отзывы, так как они на эти средства планируют реализовать часть своих первоочередных желаний. Как известно, пенсионные накопления граждан Республики Казахстан хранятся в Едином национальном пенсионном фонде. По актуальным данным специалистов, общие накопления вкладчиков ЕНПФ превысили 12 триллионов тенге. По плану правительства, у 721 тысячи человек будет возможность использовать часть пенсионных накоплений. В их число входят граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления, состоявшиеся пенсионеры, и они смогут снять до 50% оставшейся суммы. И граждане, уже оформившие себе пенсионные выплаты и имеющие накопления в ЕНПФ. Нововведения правительства актюбинцы поддерживают. Средства могут закрыть часть проблем или исполнить заветные желания. Я на тот счет, где у меня пенсионные, вложила деньги. Вот придумаю, как. Все, хочу пойти в банк и узнать. Ну а если бы вы снимали, если бы разрешили, вы бы на что взяли? На какие нужды? Да пока сейчас ничего не надо уже. Квартира есть, все есть. Ну, в основном население будет за. Я просто знаю по разговорам. А вы сами бы на что потратили? Ну, на самое необходимое. Ну, примерно? Для благоустройства детей, наверное, больше. Но я бы потратила в первую очередь на покупку жилья, даже для первоначального взноса. Это одно из правильных решений, я думаю. Я бы потратила на учебу и, конечно же, на семью, лечение или ремонт дома. Все это сейчас нужнее. Снятие денежных средств возможен лишь при определенных условиях, не превышая порога достаточности. Это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчиков, одинаковая как для мужчин, так и для женщин. Но высчитываться она будет отдельно для каждого возраста. По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет, он составит 2 млн 518 тысяч тенге. Правительство также выделило три основных направления, куда граждане смогут потратить свои накопления. Это решение жилищного вопроса, лечение, свое или близких родственников, передача пенсионных активов и доверительное управление. По поручению президента поставлена задача для принятия соответствующих нормативно-правовых актов до конца года. Досрочно снятая часть пенсионных накоплений казахстанцев будет облакаться 10-процентным подоходным налогом, согласно действующему налоговому законодательству. Тамири Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». Зараженных коронавирусной инфекцией в Казахстане перестали разделять на симптомных и бессимптомных носителей, пишет Tengri News KZ. Данное разделение представляет интерес лишь для узких экспертных кругов и для использования в прогнозах в медицинских расчетах. Поэтому для широкого круга аудитории такая информация зачастую дает возможность ошибаться, сообщил официальный представитель Минздрава Багдад Куджахметов на брифинге в СЦК. Напомним, также больные коронавирусом делятся на пациентов с положительным ПЦР-анализом и больных пневмонией с симптомами COVID-19. О других событиях нашей страны и мира вы узнаете из следующего видеообзора. Костак сообщает, шестеро умерли от коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками COVID-19 в Казахстане за сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. С 13 марта по 11 сентября КВИ плюс заболеваемость 106 661, 77 за минувшие сутки. Смертность 1656, пятеро за минувшие сутки. С 1 августа по 11 сентября КВИ минус заболеваемость 28 928, 353 за минувшие сутки. Смертность 318, один за минувшие сутки, сообщили в Минздраве в пятницу. По данным ведомства, на данный момент лечение от КВИ продолжает получать 4596 человек, среди которых 34 ребенка. В стационарах находятся 2523 пациента, на амбулаторном уровне 2073. 137 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 – крайней степени тяжести, 28 – на аппаратах ИВЛ, говорится в сообщении. Выздоровели от COVID-19 по официальным данным 100 409 человек. Число одновременно болеющих коронавирусом человек, при котором в Казахстане ведут самый жесткий карантин, назвал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдад Коджахметов, передает NG News KZ. Сейчас для сравнения в Казахстане 4600 человек проходят лечение. Если их количество вдруг достигнет 30 тысяч в сутки, то, соответственно, по стране будет введен самый жесткий карантин. Это самый главный показатель, сообщил Коджахметов на брифинге в СЦК. При этом Коджахметов уточнил, что система здравоохранения страны готова к приему до 70 тысяч больных коронавирусной инфекцией. Прайм, сообщает, мир может столкнуться с угрозой продовольственного кризиса из-за нарушения цепочек поставок на фоне пандемии, дождей и засух, вирусных болезней, поражающих скот, а также ослабление доллара, сообщает CBNC. По данным ООН, в августе стоимость продуктов питания выросла третий месяц подряд, достигнув максимума с февраля. Цены на продукты в Китае в августе выросли более чем на 11% по сравнению с августом прошлого года. Причиной тому стала африканская чума свиней, сократившая поголовье животных в Китае. Из-за жаркой и дождливой погоды цены на овощи в КНР выросли на 6,4%, а стоимость яиц на 11,3%. Во время пандемии фермеры и малый бизнес не смогли реализовать скоропортящиеся товары. Коронавирус ударил и по поставкам удобрений семян, ограничил приток сезонной рабочей силы, обеспечивающей своевременный сбор урожая. Ослабление доллара также представляет угрозу для продовольственной безопасности. Стоимость сырья для производства продуктов питания обычно устанавливают в долларах. Правительство продлило срок разрешенного пребывания иностранцев до 1 ноября из-за карантина и закрытых международных рейсов, передает Тенгри Ньюз Кейзет со ссылкой на пресс-службу МВД. В связи с пандемией коронавируса по-прежнему многие международные авиарейсы приостановлены, а границы государства закрыты. По этой причине многие иностранцы до сих пор не могут выехать из Казахстана и вернуться на родину. Также признаются действительными документы, срок действия которых истек или истекает с 16 марта по 1 ноября 2020 года, сообщил заместитель председателя Комитета миграционной службы МВД Сабыржан Сейджанов. К таким относятся документы, удостоверяющие личность, визы, разрешение на временное проживание, вид на жительство, трудовой патент, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Иностранцам, ранее прибывшим в Казахстан без визы, тоже продлевается срок возможного нахождения в стране до 1 ноября 2020 года. Президент России Владимир Путин и глава МИД России Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост представителя МИД Марии Захаровой, где она проиллюстрировала кадром из основного инстинкта визит сербской делегации в Вашингтон, передает РИА Новости. Публикация вызвала жесткую критику со стороны официальных лиц Сербии. Сама Захарова позже принесла извинения и заявила, что ее пост неверно истолковали. Единственное, что в нем содержалось, неприятие высокомерного отношения со стороны исключительных, пояснила она. Tengri News KZ сообщает, дом с мебелью итальянского производства, хрустальная люстра в холле, личный бассейн и спа возле виллы. Изыски объектов недвижимости в Казахстане порой удивляют. Правда, стоит такое удовольствие от 1 миллиарда тенге и выше, согласно информации на крыша KZ. Один из дорогих домов, продающихся в Алматы, оценивается в 4 миллиарда тенге. В четырехуровневом особняке 10 комнат, 6 ванных и 8 санузлов. Есть свой кинотеатр, спа, бассейн, теннисный корт, гараж и котельная. Площадь 1500 квадратных метров. Участок оснащен индивидуально разработанной системой орошения и автополива. В Нур-Султане самая дорогая недвижимость начинается от 1 миллиарда 800 миллионов тенге. За эту цену продается 10-комнатная вилла. Стоит отметить, что в других крупных городах Казахстана не продаются дома дороже 1 миллиарда тенге. К примеру, в Шемкенте самый дорогой особняк, выставленный на продажу, стоит 800 миллионов, а в Караганде 615 миллионов. Сейчас на РИК-ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факты» вы увидите. Департамент госдоходов напоминает, что при условии оплаты основного долга по налогу на имущество, транспорт и по земельному налогу предусмотрена амнистия по списанию пене. Акция действует до конца года. Октябинский филиал общества Красного полумесяца в рамках акции «Дорога в школу» оказал помощь 36 детям из малообеспеченных семей. В этом году филиал проводит подобную акцию уже во второй раз. Ресторан «Зимний сад» В Казахстане удивительным и уникальным зимным саду. Ресторан «Зимний сад» Вход со стороны ретропарка. Ресторан «Зимний сад» Департамент госдоходов напоминает, что при условии оплаты основного долга по налогу на имущество, транспорт и по земельному налогу предусмотрена амнистия по списанию пене. Акция действует до конца года. Департамент госдоходов по Октябрьской области сообщает, что президентом Республики Казахстан был подписан закон от 2 июля 2020 года, согласно которому предусмотрена налоговая амнистия по списанию пене для физических лиц при условии уплаты ими суммы основного долга по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспорт и средства, образованное за налоговый период до 1 января 2020 года. За исключением обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога за 2019 год, которые необходимо уплатить в срок до 1 октября 2020 года. Списанию подлежит сумма пене, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года, а также сумма пене, начисленная на сумму такой недоимки до даты ее уплаты, включая день уплаты. Для списания пене не требуется никаких заявлений, достаточно лишь оплатить сумму основного долга. На сегодняшний день в рамках налоговой амнистии в нашем регионе погашен долг на сумму более 36 миллионов тенген. Акцией воспользовались уже 2700 человек. Общая сумма задолженности на 1 апреля текущего года налогоплательщиков составляла 385,3 миллиона тенген. Сегодня октябрьский филиал «Общество красного полумесяца» в рамках акции «Дорога в школу» оказал помощь 36 детям из малообеспеченных семей. В этом году филиал проводит подобную акцию уже во второй раз. Ежегодно на благотворительную акцию «Дорога в школу» выделяются средства и закупаются необходимые вещи для учеников. Только в начале текущего года областной филиал приобрел для 11 детей из нуждающихся семей зимнюю одежду, куртки, обувь, шапки, шарфики, джемперы и школьную форму на общую сумму 220 тысяч тенге. Список граждан, которым оказывается гуманитарная помощь, предоставляется местными государственными органами. Этот раз мы на 36 детей обеспечиваем констоварами, то есть начиная с тетради и все это. Ну, этим мы, конечно, не остановимся. Только в начале года давали одежды зимние, спортивные. Кроме этого у нас идет оказание помощи от Арабских Эмиратов на 80 детей. Они тоже от нас получают. Так, если сказать, конечно, это работа со всеми силами. Это деньги у нас, свои деньги, но только списки от областного образования. Напомним, что областной филиал Красного Полумесяца является членом комиссии данной акции. И по программе, финансируемой Арабскими Эмиратами, помимо сбора в школу детям, которые лишились опекуна, ежемесячно выплачиваются пособия в размере 50 долларов. На данный момент в нашей области такие выплаты получают 180 детей. Тамирис Лумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт». О спорте. Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жмагулов заявил о желании подраться против американца Джона Дотсона, сообщает Вести Ки-Зет. Жмагулов дебютировал в UFC 12 июля на турнире в Абу-Даби и спорным решением судей проиграл бразильцу Раулиано Паеве. Для казахстанца это поражение стало четвертым в карьере при 13 победах. Дотсон прежде дважды претендовал на титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл своему соотечественнику Диметрию Суджонсону. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Субтитры сделал DimaTorzok